Привет, мои талантливые! Меня зовут Ирина Марьясова, я журналист и блогер, и сегодня хочу поднять интересную, самую популярную тему «Существует ли предназначение?» Сразу скажу, у меня нет ответа на этот вопрос. Я сама в поисках предназначения, в поисках призвания, хотя считаю, что я на своем жизненном пути нахожусь, и мне просто интересно с вами на эту тему порассуждать. У меня есть курс «Журфак», на нем учатся люди со всего мира, и они приходят ко мне, чтобы понять, как писать красивые и сильные тексты для Инстаграм. Но когда я за ними наблюдаю, я вижу, что на самом деле у них главная потребность другая. Допустим, человек работает продавцом, а на самом деле он мечтает разводить цветы и все свое свободное время уделяет этому. Либо, допустим, человек, который работает бухгалтером, но на самом деле где-то в тайне он сочиняет стихи и хочет вести блог о стихах. Либо, допустим, человек, который работал юристом, работал судьей, такое было в моей практике, а на самом деле девушка мечтала сшить обувь. И таких историй тысячи, когда мы приходим в эту жизнь, живем по каким-то стандартам, которые дало нам общество, которые мы сами выбрали, а потом оказывается, что мы мечтаем совсем о другом. Существует ли предназначение, честно сказать, я не знаю, но я знаю, что когда ты занимаешься не своим делом, у тебя ряд негативных эмоций. Первое, что у тебя появляется, это усталость. Есть разная усталость. Усталость от любимого дела, усталость от того, что ты не любишь, от того, что ты ненавидишь чем заниматься. Это совершенно разные вещи. И первое, что возникает усталость, когда ты понимаешь, что ты просыпаешься и не хочешь идти на работу. У меня такое было, когда ты просыпаешься, и ты идешь и уговариваешь себя идти на эту работу. Второе, это когда у тебя нет денег. Конечно, можно и нелюбимым трудом достаточно много зарабатывать, это есть, но это не сравнить с тем, когда твое хобби начинает тебе просто эти деньги дарить. Я неоднократно видела, как у выпускников моего курса круто меняется жизнь, когда они находят смелость и занимаются тем, что им по-настоящему нравится. Но здесь именно нужна смелость, потому что я это сравниваю так. Если вы представьте, что вы приехали на яхте в открытое море, и все прыгают и плавают и радуются, а вы стоите и держитесь за эту яхту, потому что страшно шагнуть в неизвестность, страшно шагнуть в эту глубину, в это черное, такое непроницаемое море, потому что тебя там неизвестно, что ждет. То же самое было и со мной, когда один раз я заметила, что моя работа, я журналист, я в журналистике 17 лет, мне всегда это нравилось, всегда это доставляло мне удовольствие, но в какой-то момент я заметила, что я иду, я работаю на федеральном канале, федеральный канал, на который мечтают попасть тысячи журналистов, но я иду на этот федеральный канал и ненавижу себя за то, что я работаю, что я там работаю. И почему это произошло, сейчас вам объясню. Это интересный такой момент. Мне кажется, иногда мы находим свое призвание, допустим, начинаем разводить те же цветы, о которых мы мечтали. Но у этого пути есть две стороны, да, то есть ты можешь пойти по правильному пути, а можешь свернуть на не ту дорогу. Одно дело, когда ты делаешь на радость, для того, чтобы людям тоже это доставляло некое удовольствие, это счастье, это помогало людям, тогда у тебя складывается все отлично. Но когда ты начинаешь вредить себе, вредить окружающим, делать что-то неправильное, то твоя дорога, она вот как становится кривой, то есть тебя начинает на этой дороге штормить. Объясню на своем примере. Когда я работала в Нижневартовске на городском телевидении, работала журналистом, мы помогали людям, да, то есть мы людям несли добро, мы рассказывали о том, что вот скоро будут вот такие концерты, вот мэр там выступил, и скоро там изменится что-то в лучшую сторону. Мы вели спецрепортажи, мы помогали людям решить такие проблемы, как, допустим, долгострой, да, чтобы дома все-таки водили в эксплуатацию и так далее. То есть мы были журналистами на стороне народа. Когда я переехала в Петербург и стала работать на федеральном канале, мне все очень нравилось в первое время, но потом я заметила, что происходит следующее. Какая основная задача журналистов на федеральном канале? Найти все самое страшное, что есть на свете. Зимотрясение, наводнение, изнасилование, убийство и так далее, аварии. И вот этот весь негатив взять, сначала пропустить через себя, выяснить все факты, напугаться самому, а потом взять и это все отправить в массы, чтобы люди продолжали пугаться и бояться. И в какой-то момент я поняла, что я боюсь, я просто иду по улице, и мне страшно, что сейчас произойдет какая-то авария, кто-то кого-то может убить и так далее. То есть ты настолько через себя это пропускаешь, что ты начинаешь пропитываться этим страхом. И вот тут как раз тот самый случай, о котором я говорила, что когда у тебя есть предназначение, но у тебя две дороги. Одна дорога помогать людям, вторая дорога делать вред людям. И, конечно, вот на этой второй дороге у тебя начинают возникать сложности. Конечно, мне было сложно уволиться на тот момент. Мне казалось, что это какое-то безрассудство, ведь я так мечтала попасть на федеральный канал, найти себе смелость сказать, что мне эта работа не подходит, уйти в никуда. Мне было действительно сложно, и я уволилась. Многие покрутили пальцем у виска, многие не поняли. Но в какой-то момент, то есть я отдохнула, перестала смотреть телевизор, восстановилась, и в какой-то момент я поняла, что жизнь подкидывает мне, буквально подкидывает идеи. А вот этот проект создай, а вот с этими людьми познакомься. Все начало просто закручиваться, и мир стал давать мне такие огромные бонусы. Такое ощущение, что мир до этого просто сидел вот так и ждал, но когда же она уже поймет, что надо заниматься вот этим, вот этим, вот этим. И как только я сделала первый маленький шаг, он сразу начал давать мне вот такие какие-то подарки. Поэтому, конечно, к чему вы должны быть готовы, когда вы решаетесь, чтобы выбрать свой путь, и все-таки пойти по зову сердца туда, куда вот хочется. Первое. Взять ответственность за эту ситуацию на себя. То есть если вы решаете круто изменить свою жизнь, понимаете, что это только ваше решение, никто не будет виноват, если это не получится, если какие-то сложности будут. Только вы решаете, готовы вы рискнуть или нет. Второе. Быть готовым к риску. Да, потому что когда вы, допустим, до этого работали бухгалтером, а тут вы понимаете, что вы хотите создать свой проект о том, что вы, не знаю, вяжете, и всегда мечтали продавать шапки, но здесь, конечно, нужна смелость. И к этому надо быть готовым, и надо попробовать рискнуть. Может быть, сначала создать хобби, и посмотреть, приносит ли она вам какой-то доход. Во-вторых, нам очень хочется найти поддержку у окружения. Нам хочется прийти и сказать, ты знаешь, вот такой классный проект, я придумал, и так далее. Но надо быть готовым к тому, что окружение не всегда вас поддержит. Скорее всего, 90% из вашего окружения покрутят пальцем у виска, скажут, ты что, ты юрист, или ты бухгалтер, ты экономист, ты зарабатываешь такие деньги, ты столько учился, как ты собираешься продавать шапки, или как ты собираешься путешествовать, как ты собираешься быть видеографом и так далее. То есть тебе надо набраться какой-то смелости и прислушиваться, в первую очередь, к себе. Третье, найдите тех людей, которые уже это сделали, людей, которые вас будут вдохновлять. Потому что, когда ты сам крутишься в этом круговороте, тебе кажется, что одни сложности, что это невозможно, что это страшно, а вдруг не получится и так далее. Когда ты находишь людей, которые уже сделали этот рывок, живут так, как ты хочешь, зарабатывают столько, сколько ты хочешь, тоже когда-то боялись, но прыгнули, рискнули, ты начинаешь понимать, что ничего невозможного нет. Обязательно обращайте на следующую вещь. Если вы, как вам кажется, вы нашли свое призвание, оно, во-первых, не может, ну, скорее всего, не одно на всю жизнь, то есть оно будет у вас по ходу меняться, да? Но что должно быть? Это все-таки должно быть вам приятно, и доставлять радость. Это должно прийти вам от сердца, а не от ума, потому что ум нам всегда говорит, это должно приносить деньги, это должно быть где-то рядом с вашим местом жительства, чтобы далеко не ездить и так далее. То есть слушайте свое сердце. Во-вторых, у вас должно быть легкость, вы должны просыпаться с радостью от того, что вы занимаетесь этим любимым делом. То есть драйв. Я считаю, что все-таки там, где ваше призвание, там есть драйв, там есть деньги. Потому что одно дело сидеть и вязать шапки, но при этом их никто не покупает и думать, что это ваше призвание. А другое дело, когда вы видите, один купил, второй купил, третий купил, и вы начинаете понимать, что мир действительно вас поддерживает, мир действительно вам помогает. И, конечно, как я уже сказала, что должны быть люди, которые будут вас вдохновлять, потому что они это уже сделали, они уже поднялись на эту высоту. Мне кажется, что сейчас такой мир свободных людей, чем больше мы идем вперед к 2020-2030 или какому-то там году, тем больше в нашем окружении будут свободных людей, которые не привязаны к месту жительства, к офису и так далее. Напоследок я хочу рассказать историю моей мамы. Недавно она приезжала ко мне в Сочи, гостила у меня полтора месяца, и как-то поздно ночью мы с ней разговаривали о том, чем она хочет заниматься. Уже было поздно, мы уже были в полудреме, и я говорю, мам, вот если бы у тебя был миллиард, просто миллиард рублей, тебе не нужно было ни на что тратиться, ты была бы свободна, у тебя было бы достаточно много здоровья, чем бы ты занималась? И засыпая, мама произнесла, я бы рисовала. На следующий день я нашла курсы по рисованию акварелей, мы пошли на эти курсы, мама даже сопротивлялась, как-то, да зачем, мне уже 60 лет, зачем я пойду рисовать? Но на самом деле, как только мы сели, мама, в отличие от всех людей, которые пришли рисовать, сразу стала выводить кисточкой какие-то красивые цветы, то есть у нее сразу стало получаться. Потом преподаватель, мы ходили несколько занятий заниматься туда, преподаватель произнесла моей маме такую речь, Елизавета Сергеевна, я прошу вас, никогда не бросайте рисовать, потому что у вас есть великий просто талант, вам надо этим заниматься. Моя мама уехала в Кемеровскую область, она живет в селе, в поселке, и сейчас она рисует, и мой папа очень гордится, и мама рисует каждый день, у нее очень-очень красиво все это получается. Поэтому я считаю, что найти свое призвание в любом возрасте не поздно, и повторюсь, что у меня нету точной информации, существует ли предназначение, или нет, или это вымысел. Мне хочется узнать ваше мнение, поэтому обязательно оставляйте комментарии, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, приходите ко мне в директ, будем эту историю с вами обсуждать. И спасибо, что прослушали это видео. С вами была ваша Ирина Марьясова.